Алексей, как вы относитесь к блокаде на Донбассе, которую сейчас проводят активисты? Сколько тебе лет? Двенадцать. Откуда ты родом? Из Киева. Из Киева. Мне скажи, тебя правда интересует этот вопрос? Или просто тебя попросили его задать? Правда интересует. Очень сложно сказать. Я считаю, что если на свет войны, то с врагом торговать и иметь каких-то отношений нельзя. Но вот в фильме «Девутант его происходительства», там к герой Юрия Соломева подошел мальчик Юра и сказал, «Павел Андреевич, вы шпион?» Ответ был, «Видите ли Юра?» После этого можно же ничего не говорить, что, наверное, да, да, но нет. Мы должны четко понимать в этой войне, кого мы хотим вернуть. Территорию или людей. Потому что если мы хотим вернуть территорию без людей, то это геноцид. Если мы хотим вернуть людей без территории, то этих людей очень много переехало сюда с началом боевых действий. Из Донецкой, Волганской области, из Крыма. У нас есть очень большая проблема. Люди, которые ведут других людей за собой, не имеют в обществе достаточного уровня поддержки, потому что не ведут себя так, как они говорят. Поэтому, честно говоря, я не испытываю никаких отрицательных эмоций по отношению к Семену Семенченко. Даже если он не Семен Семенченко, а Костя Гришин. Но я бы не встал с ним в один строй заниматься блокадой, потому что мне кажется, что там решаются не насущные проблемы украинского народа, который состоит из разных национальностей, а там решаются вопросы самопомощи и вопросы, которые поставлены в руководство партии Семена Семенченко. И поскольку я не являюсь адептом самопомощи, хотя и у меня очень хорошие отношения, как мне кажется, с Андреем Садовым, и у меня во Львове всегда есть от него чашка кофе, а у него в Киеве от нас, если нужно. Я бы хотел, чтобы мне объяснили, что там происходит, причем так разносторонне. С врагом торговать нельзя 100%. Но когда власть призывает, чтобы разогнать блокирующих милицию тетушек, это пробитое дно ниже днища. То есть я думал, что это дно, но снизу постучали. Поэтому я бы хотел, чтобы мы вернулись в границу Украины до 2014 года, и это вряд ли сделаешь методом блокады. При этом я бы не хотел, чтобы там решались финансовые вопросы олигархов, кого угодно, тех, которые сейчас у власти, или тех, которые сейчас при деньгах, или тех, кто при деньгах при власти вместе, за счет простых людей, которым дурят голову. И ты не понимаешь, кто там блокирует кого, что, зачем и почему. Поэтому вопрос такой, я не пытаюсь петлять. Я, честно, не понимаю, что за люди. Хотя, наверное, каждый из тех, кто пришел перекрыть железную дорогу, по-своему прав. С врагом торговать нельзя. Пока идет война, нельзя, чтобы в это время ходили эшелоны, чтобы мы выконючивали себе бревна для блиндажей, а в это время вагоны с лесом шли на ту сторону, а оттуда, видимо, шло какое-то бабло. Ну, то есть, все очень непросто, и сесть вот так с десятком детворы, решить их сейчас сложно, чтобы это получилось. Я против торговли с врагом и против блокады, когда тебе никто не объясняет, кто именно блокирует, по чему заказу, зачем и что. — Каким человеком вы считаете себя по жизни, и какими словами вы могли бы описать свой характер? — Да тяжелый я человек, и по жизни, и характер у меня, наверное, непростой. Вообще людей, которые говорят правду, многие не любят. Потому что не за что любить людей, которые говорят правду. Хотя надо понимать, что правда у каждого своя, а истина одна. Поэтому, не знаю, у меня есть немного людей в жизни, мнение которых мне действительно обо мне важно и интересно. И это не толпы народа и не миллионы людей в нашей стране или за рубежом. До тех пор, пока меня считают вменяемым нормальным человеком, члены моей семьи, мои друзья и те люди, с которыми я что-то прошел, я спокоен, но я все равно стараюсь обращать внимание на какие-то недостатки, которые проявляются с возрастом или в критических ситуациях. И не очень сильно надоедать людям, хотя не всегда это получается, к сожалению.